Доброе утро! Давайте вообще поподробнее о велопробеге, когда, во сколько и самое главное, как одеться, чтобы не замерзнуть, потому что вот холодно, я по своему опыту знаю. Велопробег у нас будет велопарад, вернее, в этом году мы его назвали как велопарад, потому что, во-первых, это круто, это модно, прекрасный тренд у нас задает Москва. Мы его проводим 23-го числа, начинается он в 2 часа дня, соответственно, как одеться, в 2 часа дня уже достаточно тепло, будем надеяться, что погода будет хорошая и не подведет нас. Одеться нужно красиво, нарядно, быть в хорошем настроении, велосипед, так сказать, подготовить к поездке, проверить все, и приезжать на стадион Спартаковец, где будет основное действие, после которого будет такой грандиозный велопробег по центру города. Ребята, а вот есть такой велосипед, который велосипедистов, как, я не знаю, мотоциклистов, ну, Харлей Дэвидсон, вот, есть что-то подобное? Да, у нас есть один участник, который самостоятельно делает велосипеды. Не Денис, случайно? Нет, его зовут не Денис, да, Артем его зовут, вот недавно он даже такой велосипед, так сказать, выставлял на продажу, у которого длинная вилка, такой весь прям крутой, да, он полностью... Полностью созданный, сваренный им самим. Как вы относитесь к таким велосипедам? Как вы считаете, нужны они или это, ну, излишество какое-то? Конечно, можно и такие велосипеды, главное, чтобы он был технически безопасен, в целом можно, почему бы и нет. Расскажите мне, как человеку, который будет обязательно принимать участие в велопробеге, как подготовить велосипед? Я, честно, не умею ничего смазывать, вот расскажите. Если не умеете смазывать, то лучше обратиться в веломастерскую, которая все сделает быстро, Что нужно проверить? Чтобы не отвалилось колесо, не дай бог, там еще что-нибудь не случилось. Как у любого транспортного средства необходимо проверить, чтобы крутились колеса и тормозили тормоза. Все остальное вторично. Руль, колеса, тормоза. Вот, то есть, конечно же, нужно проверить давление в шинах, чтобы они были не спущены, чтобы действительно при зажатии тормозной рукоятки велосипед тормозил, вот, ну и, соответственно, чтобы не было там хруста откровенного при прокручивании педалей, вот, чтобы велосипед по дороге на велопарад, и уж тем более во время велопарада вас не подвел, вот, и чтобы сохранилось у вас прекрасное настроение. А я вот хочу вот задать вот такой вот серьезный вопрос, и, может быть, даже поругать в основном велосипедистов. У нас все велосипедисты почему-то ездят без шлема и считают, что это нормально. Вот вы как, в шлеме ездите или без? Мы ездим в шлеме. Однозначно, в шлеме, везде, на прогулку, на работу, и, тем более, конечно, на спортивных мероприятиях. Почему, объясните, Даше, нужно ездить в шлеме? Так, ну, учитывая, что у нас достаточно не очень хорошо ездят и водители авто, да, и есть у нас скутеры, есть мотоциклы, есть вероятность попасть в аварию. Да, неожиданные ситуации могут возникнуть, и, конечно, нужно защищать себя в первом случае. Ну, и все-таки надо понимать, что голова у нас самая ценная. Да, голова одна, и она нужна. И жизнь одна. Расскажите, пожалуйста, о том, как нужно ехать, ведь будет много велосипедистов, можно зацепиться рулем. Ну, вот я по своему опыту знаю, я очень переживала в прошлом году. А, за тебя тогда с по-человеку по ходу. Да, скорость колонны небольшая, в пределах 15 км в час, просто нужно быть внимательным к окружающим тебя, велосипедистам, не торопиться. То есть, главное, получаешь удовольствие, это не гонка. И вот еще, объясните мне, как начинающему велосипедисту, вот когда едешь, и куда-то тебе нужно повернуть, что нужно сделать? Нет же габаритов, да, там, право-влево маячок включить, нужно как-то руку выставить. Да, велосипедисту в ту сторону, в которой поворачиваешься, да. Версальные указания рукой. То есть, если ты ходишь, подъезжаешь к перекрестку, хочешь повернуть направо, заранее руку указываешь направо. Если хочешь остановиться, рука вытягивается вперед. Неважно, право и лево, остановка, это вверх поднятая рука прямо. И повороты, соответственно, в какую сторону поворачиваешь, удобнее этой рукой показать. Я просто на всякий случай отодвинулся, потому что мы сейчас... А вы используете это? Вот я тоже, я еду по городу, и вот используете руки, и думаю, а вдруг надо мной смеются. Да что-то вы все равно смеются, используешь или нет. На самом деле, это даже помогает. Это помогает, да. Машины пропускают. Я просто от лица мужчин скажу, да, мужчины часто понимают, что если женщина поворачивает налево, то она включает правый поворотник за рулем, да? То же самое, смеются только в том случае, если вы делаете наоборот. Надеюсь, это не так. Да нет. Ну что ж, давайте подведем итоги. Что нужно, чтобы было вот все для парада? То есть, чтобы ты понимал, что я точно готов. Велосипед, правильно? Да, да. Хорошее настроение. Хорошее настроение обязательно. Если есть возможность, то приезжать в костюме. В каком-нибудь, в таком красивом, ярком. Вот такой подойдет сам. Спасибо, я один, я, конечно, постараюсь быть. Итак, Даша, что ты должна купить до велопробега обязательно? Обязательно шлем. Правильно, помните о своей безопасности. Спасибо вам большое, надеюсь, встретимся на велопробеге. До встречи. Ждем вас в 2 часа дня в субботу, 23 апреля на Спартаковце. Большое спасибо, мы обязательно увидимся. А у нас в гостях были организаторы велопробега. Антон Бахвалов, Алена Солдаткина и Светлана Подлог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова